Да, ну все, давайте приступать. Еще раз давайте поздравлю нас с вами, что это уже десятая лекция, да, мы половину курса с вами вот сейчас пройдем, у нас заканчивается третий модуль, вот, в общем, это, в общем, время, чтобы осознать, какую уже большую работу мы с вами проделали. Ну, в первую очередь вы проделали, раз вы все еще здесь, вопрос задаете, понимаете, что происходит, вот вы молодцы, что уже такой большой путь проделали, вот, хвалю. Ну, уверен, что вторая половина пути будет еще проще, вот, вы уже мотивированы, все понимаете, так что там будет все легко. Вот, значит, сегодня у нас с вами, наверное, самая сложная лекция в первой половине курса. Я бы хотел сегодня поговорить про конкретные методы классификации. И то, что я сегодня буду рассказывать, оно, в принципе, ну, для, наверное, практического использования этих методов, может быть, и не нужно, вот, типа, понимать, вот, почему они так или иначе себя ведут. Но это полезно, чтобы у вас была эрудиция, чтобы вы понимали, что внутри этих методов происходит, чтобы вы понимали, что мы имеем в виду, когда говорим, например, что метод опорных векторов максимизирует ширину разделяющей полосы, что это за слава вообще такие, вот. Вот, ну, в общем, мы про это с вами пообщаемся. И начать бы я хотел с логистической регрессии. Значит, логистическая регрессия мы... Да-да-да, еще не сказал важный момент. Вот я знаю несколько способов рассказывать про то, что такое логистическая регрессия. Есть способ простой, я его сейчас вам изложу. Есть способ сложный, я его расскажу, вот, наверное, в следующий раз. Так уже чисто вам для справки. И есть способ совсем математичный, его я рассказывать не буду, чтобы совсем вас не уничтожить. Вот, кому интересно, там можете с машинного обучения один конспекты посмотреть, да там это написано. Или записи посмотреть именно вот тех лекций. Ну, давайте начнем с простого способа, хотя бы, ну, он на самом деле не очень простой, все равно. Давайте хотя бы с ним разберемся, да, чтобы у вас какая-то интуиция здесь сформировалась. Извините. Значит, где найти конспект, чтобы уничтожиться? Ну, я, опять же, можете в чате меня оттегнуть после лекции, я вам там вечерком пришлю ссылки. Вот, ну, или на Вики, да, можете сами найти. Если кто-нибудь хочет, там в чат пришлите, вот. Так вот, значит, классификация, да, бинарная классификация. Мы с вами обсуждали, что вот мы начинаем с того, чтобы обсуждать постановку задачи, когда у меня класса всего 2, минус 1, плюс 1. Мы там проделали определенную работу с вами на одной из прошлых лекций, обсудили, что, значит, нужно обучать через верхние оценки. То есть мы там не можем напрямую минимизировать долю ошибок, это слишком недифференцируемая функция. Вместо этого мы будем с вами брать некоторую более гладкую, более дифференцируемую функцию и минимизировать ее. Ну, вот это вот, например, такая вот, может быть, верхняя оценка. Мы там с вами даже рисовали соответствующие графики, если помнить. Извините, я это быстро проговариваю, ну, потому что мы вроде этому уже время уделили. Вот я рисовал, что индикатор ошибки выглядит так, а мы какую-нибудь вот такую функцию вместо этого возьмем, которая как бы сверху оценивает этот индикатор. Ну, значит, и вот этим мы с вами позанимаемся. Вот. Ну, и вот там такую, например, верхнюю оценку мы придумали. Логарифм, от 1, плюс экспоненты. Вот. Ну, я говорил, что в целом ее использовать можно, но, конечно, много вопросов. Как до этого можно было дойти? Логарифм от единицы, плюс экспонента, от минус, отступа. Не самое первое, что приходит вам в голову. Дальше вопрос, а почему именно вот такую функцию нужно использовать? Почему бы не какую-нибудь другую, там еще 10 других верхних оценок можно придумать? Вот вопрос. И вот, собственно, сейчас мы поразбираемся, чем хорошо именно вот это минимизировать. Этот loss на английском называется logistic. Loss – логистическая функция потерь. Вот. Ну, вот давайте это начнем издалека. Давайте мы начнем с совсем другого вопроса. Вот представьте себе, что я хочу оценивать вероятности. Что это значит? Это значит следующее. Ну, смотрите. Вот представьте себе задачу, когда я по, значит, оценке студента за наш с вами курс, который вот сейчас идет, предсказываю, выпустится он или нет из вышки. То есть по оценке предсказываю факт выпуска. Ну, понятно, это так себе задача, да, всего один признак, но тем не менее. Ну, значит, вот, допустим, у меня такая выборка. Я собрал за несколько лет, например, нашего курса. Где вот, значит, вот данные, да, вот при такой оценке, например, на курсе, ну, вот кто-то отчислился. Но обычно при таких оценках там восьмерках студенты выпускаются. Ну, вот там, например, если оценка строго больше восьми, то там все выпускаются. А нет, вот один кто-то получил 10 за курс и отчислился. Ну, наверное, мы не виноваты. Вот, например, те, кто за наш курс получили 4 и ниже, они все отчислились, да. Вот. Ну, короче, вот какие-то закономерности есть, но при этом вот есть большая зона, вот эта, которой, как бы, при таких оценках есть и те, кто отчислились, и те, кто не отчислились. Ну, и, как бы, вот, наверное, здесь же не получится сделать модель, которая точно по оценке студента за наш курс. А тут спросили, реальные данные или нет. Нет, нереальные. Реальные данные мне лень было собирать, так что не переживайте. Вот. Нет, нет, ну, конечно, наш курс надо сдавать хорошо, это повышает ваш шанс выпуститься. Тут никто не спорит. Но в целом, да, это данные нарисованные от балды. Так вот, значит, очевидно, что на этих данных я не могу давать точные прогнозы, потому что если у студента оценка вот 6 за наш курс, он может как отчислиться, так и не отчислиться. Поэтому здесь, наверное, было бы правильнее, чтобы я давал вероятностные прогнозы. То есть я говорил, что вот если у студента оценка 2 за наш курс, ну, у него вероятность 0, что он выпустится. Если у человека оценка 10 за наш курс, ну, вероятность там 99%, что он выпустится. Ну, а если у человека оценка 6 за наш курс, ну, вероятность 50%, что он выпустится. Да, это такой, скажем так, математичный способ сказать, что мы не знаем правильный ответ. Хорошо. А зачем на самом деле эти вероятности нужны? Ну, вообще много применений можно придумать, где было бы реально здорово, чтобы наша модель умела выдавать вероятности того, что объект относится к положительному классу. Например, есть задача кредитного скоринга. Когда я хочу для клиента понять, он вернет кредит или нет. И представьте, что я сделал некоторую модель B от X, которая выдает мне вероятность того, что клиент X вернет кредит. Тогда я могу сказать, что я буду выдавать кредиты тем, у кого B от X, у кого вероятность возврата больше 90%. И тогда, если модель правда выдает разумные вероятности, посмотрите, я взял клиентов, группу клиентов, у которых вероятность возврата кредита больше 90%. Наверное, это означает, что из них 10% кредит не вернут. Ну, и дальше я могу смотреть. Окей, я выбрал порог такой. У меня получается, если модель разумная, 10% невозвратов будет максимум. Готов ли я себе это позволить? Ну, и вот мы там уже анализируем с какими-нибудь аналитиками и так далее. Вот. Ну, и да, и Соломон правильно говорит, что это означает, что если я беру такой порог, что мне precision важнее. То есть я хочу, чтобы было мало невозвратов, значит precision важнее. Да, да, да. Ну, значит, например, вот так. То есть если у меня модель выдает вероятность, я могу порог выбирать исходя из как бы физического смысла. Это здорово. Или вот еще один пример приведу. Значит, представьте, что мы с вами занимаемся баннерной рекламой. Вот мы работаем там в Яндексе, в Гугле. Вот. И, значит, мы отвечаем за то, чтобы пользователям показывалась реклама на их поисковые запросы. Пользователь вбивает запрос какой-нибудь, типа там, когда в Москве будет солнечно. Да. И ему там на это показывается, помимо реальных ответов, показывается реклама, например, билетов куда-нибудь в Сочи. Вот. Потому что в Сочи солнечно бывает почаще, чем в Москве. Ну, вот такое. Ну, и вот представьте себе, что у меня пользователь ввел какой-то запрос. И у меня есть три объявления, которые я могу показать на этот запрос. Ну, при этом показать я могу только одно, на самом деле, из трех. Ну, потому что там места мало в поисковой выдаче. Но мне нужно выбрать одно объявление из трех, которое я покажу. Вот у меня три объявления. Первое, второе, третье. Значит, допустим, у меня... Для первого объявления модель предсказала вероятность того, что будет клик в него. Допустим, 50%. То есть вот в это объявление пользователь с вероятностью 50% кликнет. Довольно много. Во второе объявление, допустим, вероятность клика 10%. И в третье 1%. Ну, тут, можно сказать, что, наверное, показываем первое объявление и не паримся. Но это неправильно. Потому что, ну, странно показывать ту рекламу, в которую пользователь, скорее всего, кликнет. Мы не ради этого рекламу показываем, чтобы в нее кликали. Мы рекламу показываем, чтобы заработать на ней. Поэтому мне еще важно, сколько мне платят за эту рекламу. Это я обозначу C от X. И C от X это то, сколько мне заплатят... Ага, понял. Сколько мне заплатят, если пользователь кликнет в это объявление. Стоимость клика. Ну и, допустим, за клик в первое объявление я получу 1 рубль. За клик во второе объявление я получу 10 рублей. За клик в третье объявление я получу 15 рублей. Скажите, а вот какое объявление тогда стоит показывать из этих трех? Второе. А как простым языком объяснить, почему его? Максимальная прибыль. Ну, типа, точнее, максимальное математическое ожидание прибыли. То есть, как бы, я, скажем так, если проведу много-много таких показов, то в среднем я получу B от X на C от X прибыли. Вот, и это произведение больше всего во втором случае. В первом я буду получать математическое ожидание прибыли, это типа 50 копеек. Во втором случае рубль. В третьем случае это, сколько там у меня получится, вообще 15 копеек. Ну, короче, вот такое. И реально в баннерной рекламе нам очень важны вероятности клика, потому что без этого мы не сможем вот такие вот показатели считать и не сможем отбирать правильные объявления. Вот, поэтому там тоже вероятности нужны. Ну и в целом много где такое возникает, где вероятности нам полезны, потому что по ним мы там будем ранжировать, по ним мы будем отбирать кого-то. В общем, вероятности штука важная. Кстати, а вот давайте поговорим вообще про вероятности. Вот тоже небольшой офф-топ такой, но это важный офф-топ. Вот скажите, а если... Как вообще вероятности понимать? Вот, допустим, я вам говорю, что завтра с вероятностью 90% пойдет дождь. Вот что это значит, вероятность 90%? Как это интерпретировать простым людям? Завтра пойдет дождь. Ну, это как тут... В 90% мест пойдет дождь. Ага. Не, ну вот у Германа правильное объяснение, да. Да, что это означает, что если мы завтрашний день проживем, не знаю, 100 раз, то 90 раз из 100 дождь будет, а 10 раз из 100 не будет. Ну, это как-то совсем уж что-то мифическое такое. Мы не можем один день прожить 100 раз, да. Вот какой-то день сурка получается, да. Вот, да. Рад, что есть люди культуры, которые еще такой фильм помнят. Вот, значит, но, но, это как бы прожить один и тот же день 100 раз, это что-то странное, так только в фильме бывает. Ну, можно и так смотреть, что если я рассмотрю вот завтрашний день и типа 100 очень похожих дней, то вот из этих вот 100 очень похожих дней 90 будут с дождем. Ну, вот, наверное, вот так на это можно смотреть. Ну, и вот, давайте это формализуем, что, ну, нет, вот давайте без сигма-алгебр, тут не надо такие слова говорить в других местах, пожалуйста. Так вот, значит, давайте мы так сформулируем для себя. Мы будем считать, что модель оценивает нормальные вероятности, если, вот я беру, допустим, все объекты, для которых она выдала вероятность P, и среди этих объектов доля положительных реально равна P. Вот. Вот это ровно то, что мы проговорили, да, что, как бы, я считаю, что модель вероятности оценивает хорошо, если вот, как бы, те, кому она говорит, вероятность 90%, среди них реально 90% положительных. Вот давайте так на это смотреть. Хорошо. Значит, это вот договорились. Или, может быть, про это определение есть вопросы какие-то, что-то прокомментировать здесь. А если мы берем все объекты, у которых вероятность 89%, значит, среди них 89% положительных. Или что вас смущает? У нас же никакая модель не может угадать вероятности. Откуда вы знаете? Может, так в том-то и дело, что, ну, как бы, я хочу, чтобы хотеть... Не-не-не-не, то есть вот я беру тех, для кого модель выдала вероятность 90%, допустим, вот я там сделал прогноз для, там, 100 тысяч дней. Да, вот у меня какая-нибудь выборка, там, там, 100 тысяч дней. Я для этих 100 тысяч дней, для каждого его построил прогноз, что там будет дождь. Дальше, в этой выборке из 100 тысяч дней, я беру все дни, для которых модель выдала прогноз ровно 90%. Допустим, таких дней 100. И смотрю, среди этих 100 дней, реально, в какие дни был дождь. Их должно быть 90%. То есть из этих 100, у 90 должен быть дождь, у 10 не должно быть дождя. Конечно, какие-то будут из них те, вот. А если на 100 тысяч дней попадутся все солнечные, а остальные... Не, ну, хорошо, если у меня 100 тысяч дней в обучающей выборке, которые, значит, даны все солнечные, но вообще-то странная обучающая выборка, потому что там только один класс присутствует. То есть это как-то, ну, окей, если у меня выборки все солнечные, то значит для всех, наверное, модель выдаст просто вероятность 0, и все будет корректно. Ну, зависит от модели. Какие-то модели могут удовлетворить, какие-то не могут. Вот. Шансы... Ну, смотрите, вот то, что я говорю, это то, к чему мы будем стремиться. Конечно же, конечно же, в реальной жизни у нас не будет моделей, которые в точность удовлетворяют этому требованию. Но, по крайней мере, это то, к чему мы будем сейчас пытаться прийти. У меня даже картинка есть про это. То есть, вот смотрите. То есть, вот, допустим, у меня есть какая-то выборка, ну, и вот, допустим, у меня есть какая-то группа объектов, вот эти, например, которые, ну, вот, жутко близко друг к другу. Да, то есть они вот с точки зрения признаков почти одинаковые. То есть, вот на этих моделях одинаковые признаки. Я сказал, на этих моделях, на этих объектах одинаковые признаки. Вот, на этих объектах одинаковые признаки. Тогда, наверное, я ожидаю, ну, допустим, крестики – это положительный класс. Тогда я ожидаю, что на этих объектах модель выдаст вероятность 1. Ну, вот, потому что. Потому что, как бы, среди них все положительные. Если, например, у меня есть вот такая группа объектов, которые тоже все с одинаковыми признаками, да, они похожие, ну, тогда я ожидаю, что на них модель выдаст вероятность 1,6, потому что тут 1,6 положительных. Ну, и так далее. То есть, по сути, я чего ожидаю? Что если у меня есть какая-то кучка объектов, которые жутко похожи друг на друга, и из-за этого модель вынуждена выдавать на них одну и ту же вероятность, она будет выдавать вероятность, которая примерно равна доле положительных объектов. B от X, ну, сейчас мы говорим в общем случае про все модели. То есть, то же самое будет применимо и для деревьев, и для бустингов, и для нейросетей. Вот. Но потом мы будем B от X оценивать через скалярное произведение. Но пока мы не говорим про конкретные модели здесь. С переобучением, ну, может быть беда, конечно, да. Да, ну, дальше как обучим, там, регуляризацию, может, даваем какую-нибудь и так далее. То есть, это все, да. Так, еще раз правило. Ну, смотрите, я ожидаю, что если у меня есть какая-то кучка объектов, например, вот это, на которых очень близкие признаки, ну, а если на них очень близкие признаки, модель на них будет выдавать один и тот же прогноз, да. Если у меня есть объекты, у которых признаки особо не отличаются, модель не может на них выдать разные прогнозы. Я как бы на вход, я одно и то же подаю. Поэтому на этих объектах моя модель вынуждена выдавать одно и то же число, одну и ту же вероятность. И я ожидаю, что тогда модель будет выдавать вероятность, равную доле положительных среди этих объектов. Здесь среди этих доля положительных 100%, я ожидаю, что модель вероятность 1 выдаст. Среди этих доля положительных примерно 3,5, ожидаю, что модель, ну, ровно 3,5, ожидаю, что модель выдаст вероятность 60%. Ну, и так далее. Да, да, и здесь как бы, ну, в сейкет-лерне это предикт-проба называется, ну да, то есть сейчас модель выдает мне вероятность, да, я считаю, что модель выдает вероятность. Так, это важный момент, тут еще можно вопросы задать, если есть какие-то. Нет вроде, да? Ну, хорошо, ладно, тогда двигаемся дальше. Значит, ну и здесь вот действительно то, что мы обсудили, совпадает с той интуицией про вероятности, которую мы раньше навели с вами. Что вот смотрите, например, вот эти объекты, да, вот такие оценки. С такой оценкой у меня есть только негативные примеры, когда студент отчислился. Поэтому логично, если вот на этих студентах вероятность выпуска будет 0%. Вот эти студенты, у которых там оценка 9-10, ну, почти все выпустились, кроме одного. Логично сказать, что на них вероятность 99%. Ну, а вот на этих есть и те, кто выпустился, и те, кто не выпустился, их там, возможно, поровну. Поэтому там вероятность 50%. То есть вроде бы вот то, что мы с вами рисовали, совпадает с той интуицией, которую мы сейчас обсудили, да? Это уже хорошее дело, уже хорошее дело. Значит, идем дальше. Ну вот теперь вопрос, откуда эти вероятности брать? А нет, вот вопрос есть. Ловы. Если на выборке из 10 тысяч объектов модель получила 10 тысяч вероятностей, типа 0, 1, значит, 10-тысячная и так далее, это проблемы с выборкой или моделью. Вы к тому, что типа прогнозы равномерно распределились как-то, да? Вот что тогда делать? Да нет, это не обязательно проблема на самом деле. То есть если при этом у вас действительно, вот вы идете по объектам, от объекта с минимальной вероятностью к объекту с максимальной вероятностью, и чем вы дальше идете, тем выше концентрация положительных нормальные вероятности. То есть я нигде не говорил, что я при этом реально хочу, чтобы у меня было много объектов, на которых вероятности прям совпадают, да? То есть на реальных данных такого, конечно, не будет. Я скорее описал некоторую гипотетическую ситуацию и хочу, чтобы хотя бы в ней были какие-то гарантии. Но при этом на реальных данных, если у меня вероятности все разные, но при этом, грубо говоря, чем выше вероятности, тем больше среди таких объектов положительных, это тоже окей. Мы это увидим с вами позже, это даже там некоторые калибровочные кривой визуализируют. Окей, значит, теперь вопрос про то, как мы будем вероятности получать. Ну вот пока мы только умеем с вами считать скалярное произведение и его знак. Ну да, окей, можем обучить такую модель вот через вот такую, например, задачу. У меня будет вот это скалярное произведение. Но все-таки скалярное произведение – это не оценка вероятности. Если я, например, вот для этой выборки построю вот такую модель, типа, которая вероятность оценивает, как, ну, скалярное произведение, в моем случае, это просто линейная модель W1 на X плюс W0. Ну, это не та модель, которая вероятность оценивает. Ну, например, вот здесь выдает отрицательные числа. Вероятности не бывают отрицательные. Вот тут она выдает числа больше единицы. Ну, вероятность больше 100% это тоже не то чтобы встречается в математике. Поэтому, ну вот, как-то, наверное, все-таки неправильно использовать скалярное произведение. И вот принято вероятности оценивать чуть иначе через преобразование скалярного произведения. Для этого есть, ну, много вариантов. Там какой-нибудь арктангенс сойдет, например. Но вот мы будем использовать сигмоиду. Значит, сигмоида это вот такая функция. Ей на вход подается некоторый аргумент, например, скалярное произведение. И она считает вот 1 поделить на 1 плюс экспоненту от минус скалярного произведения. Вот. С помощью... Никита, вы про что? Ну, я договорю, вы напишите там пока. Вот. Короче, вот такая функция. Вот она так записывается. Ну, и если ее нарисовать, она выглядит вот так. То есть, на вход ей подается скалярное произведение. И вот видите, что скалярные произведения большие, она превращает почти в единицу. Скалярные произведения маленькие, ну, сильно меньше нуля, она превращает почти в ноль. Скалярные произведения, ну, вот такие, около нуля, она переводит в отрезок 0,1 примерно. Вот. Ну, короче, вот такое. То есть, она как-то вот... Так, значит, вопрос. Там в знаменателе не все возможные скалярные произведения выбрать. Не, вы любое скалярное произведение можете подставить. То есть, любое число в сигмоиду поставьте, получите вероятность. Подставьте число 5, получите вот вероятность там такую. Поставьте число это такую. А, все-все-все, да, понял, с софтмаксом перепутали. Да, софтмакс, это рука. Вот. Ну и вот если я уже попробую подобрать W1 и W0 и в сигмоиду засунуть, то у меня уже могут получиться какие-то разумные вероятности. Ну, вот как, например, на этой картинке, да. Для этих объектов вероятность около нуля, для этих высокие, там, выжденность процентов, для этих, ну, вероятности такие вот средненькие. Вот. Ну, окей. Хорошо. Значит, такая вот схема бьется с тем, что мы обсуждали раньше с вами. Окей. Значит, получается, у нас модель, которая вероятности оценивает, это будет сигмоиду оскалярного произведения. Как ее будем обучать? Ну, давайте мы какую-нибудь простую цель поставим перед собой. Давайте мы, например, скажем, что вот для положительных объектов, наверное, вероятность должна быть побольше. Ну, наверное, логично, да. Если для всех-всех-всех положительных объектов я буду давать вероятность 1, это будет, ну, хорошо, да, они, правда, положительные. А для отрицательных, давайте я буду стремиться, чтобы вероятность была 0. Но это вообще будет идеально. Если для всех положительных объектов у меня вероятность 1, для отрицательных всех вероятность 0, все вообще работает, все определения выполняются, все замечательно. Ну, давайте. Ну, тоже раскручиваем это дело. Чтобы у меня сигмоида от скалярного произведения была 1, мне нужно, чтобы скалярное произведение было равно плюс бесконечности. Это вот видно по картинке сигмоиды, да. Сигмоида, она, где же она, вот она. Сигмоида, она вот стремится к единице, но не достигает ее никогда. То есть, если вы там подойдите на вход 10, будет там какое-то значение вероятности. Подойдите на вход 100, будет значение еще ближе к единице. Но совсем один, только на плюс бесконечности достигается. Ну, а 0, соответственно, только на минус бесконечности. И, ну, получается, что мне нужно для положительных объектов, что у меня скалярное произведение было как можно ближе к плюс бесконечности, а для отрицательных как можно ближе к минус бесконечности. Тогда, 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 значит, у меня чего будет? Тогда я требую, по сути дела, чтобы у меня отступ, даже такое, чтобы у меня отступ на каждом объекте был максимален. Ну, потому что, смотрите, если у меня объект положительный, y и t равно плюс 1, я буду стремиться, чтобы у меня скалярное произведение было, типа, как можно ближе к плюс бесконечности. Если у меня класс отрицательный, тогда я буду максимизировать минус скалярное произведение, то есть буду стараться, чтобы само скалярное произведение было ближе к минус бесконечности. Ну, в общем, вот получается такая задача максимизировать скалярное произведение. Ну или еще его можно вот так записать. Смотрите, я для каждого объекта беру сигмоиду, если у меня объект положительный. Беру один минус сигмоиду, если объект отрицательный. Беру это с минусом и минимизирую. Что в этой издаче написано? Смотрите, если у меня объект положительный, то я минимизирую минус сигмоиду. А когда у меня минус сегмоида минимально? Когда сама сегмоида равна единице. То есть для положительных объектов я требую, чтобы сегмоида у меня была как можно ближе к единице. А для отрицательных я беру вот это слагаемое и его с минусом минимизирую. Это то же самое, что просто минимизировать реально сегмоиду. Тогда я требую, чтобы сегмоида у меня была ближе к нулю. Вот. То есть вот так можно записать мою задачу. Вроде бы это то, что мы хотели. Тогда у меня вероятность у положительных объектов будут стремиться к плюс-бисконечности, к единице, у отрицательных к нулю. Но у такой записи есть проблема. Проблема следующая. Вот сейчас сложные вещи идут, я понимаю, но в общем постараюсь. Значит, смотрите. Вот представьте, что у меня есть положительный объект. Допустим, у него выдается вероятность 1. Если у него выдается вероятность 1, тогда у меня значение функции потерь для него будет, ну сколько там, объект положительный, минус 1 будет значение функции потерь. Минус 1, да. Сегмоиду поставил, вот минус 1. Теперь представьте, что на этом же объекте моя модель стала пуже работать. И хотя он положительный, она выдает вероятность 0,5. Наша модель. Тогда какое будет значение функции потерь? Значит, вероятность 0,5 минус 1,2. То есть у меня функция потерь станет больше на 1,2. А теперь представьте, что я совсем что-то модель моя затупила. И хотя объект положительный, модель выдает вероятность 0. Это очень плохо. Объект положительный, а модель уверена, что он отрицательный. Значение функции потерь будет 0 тогда. То есть смотрите, с точки зрения в этой функции потерь, ухудшить прогноз с идеальной вероятностью на неопределенную 1,2, также будет оштрафовано, как ухудшить неопределенную вероятность до полностью неправильной. Это нас не устраивает. Мы бы хотели, чтобы за ситуации, когда модель для объекта уверена в неправильном ответе, мы за это ее наказывать хотели бы прям строго. Давайте сделаем. Есть разные способы этого добиться, но самый простой – это добавить логарифм. Вот сюда просто беру не сигмоиду, а логарифм сигмоиды. Почему? Потому что тогда, если у меня объект положительный, а модель выдает для него нулевую вероятность, тогда штраф будет равен минус логарифм нуля – это бесконечность. Огромный штраф. Вот, то есть я логарифм добавил, чтобы я модель очень-очень сильно наказывал за ситуацию, когда она абсолютно уверена в неправильном ответе. Вот такая функция потерь, вот эта, она очень широко используется в машинном обучении, называется log loss, типа логарифмические потери, и вот можно ее использовать. Но давайте доведем это дело до конца. Смотрите, вот здесь у меня записан логарифм сигмоиды. Ну, сигмоиды – это вполне конкретная функция, там, от скалярного произведения. Я это не буду сейчас все озвучивать, это какое-то нагромождение формул, но я просто скажу, что если я теперь возьму и в эту формулу подставлю формулу для сигмоиды, попреобразую там логарифмы, попереворачиваю, покручу еще, то в итоге я получу, что у меня log loss, который я поставил сигмоиду от скалярного произведения, просто равен вот этой функции. Логарифм от 1 плюс экспоненты от минус отступа. Ровно то, с чего мы начали. То есть, оказывается, вот ту верхнюю оценку логистическую мы получили бы, если бы мы задались оценкой вероятности, придумали log loss, придумали брать сигмоиду от скалярного произведения, все это совместили, упростили, и тогда получится вот такая задача. Вывод. Если вы хотите, чтобы ваша модель оценивала вероятности, используйте логистическую функцию потерь, ну и логистическую регрессию, собственно. Вопросы какие-нибудь по этой части? Зачем минус? Чтобы минимизировать. То есть, я начинал с задачи, где я хочу, чтобы у меня отступ был максимален, да? Но мы же с вами знаем, там градиентный спуск, который минимизирует функцию. Поэтому я вкорячил сюда минус, чтобы у меня задача была минимизации просто. Ну, просто у вас уже градиентный спуск запрограммирован, скорее всего, да? А чтобы максимизировать, вам нужно будет в нем там поменять минус на плюс, это вы в код полезете, накосячите наверняка. Поэтому лучше вот использовать то, что уже запрограммировано и точно работает, чтобы мы вот там в кишки не лезли. Вот. Значит так, логистическую регрессию на небинарной классификации можно применять, да? Мы в какой-то момент обсудим, как это делать, да? Вполне можно. Да, на данном наклассовой классификации, да, будет просто софтмакс, ну, там есть разные варианты, есть, в Соломон, оба варианта, которые вы описали, но, наверное, лучше с софтмаксом, он как бы такой более прямолинейный. Хорошо. Давайте поговорим теперь про другой метод. Про логистическую регрессию мы вроде обсудили, что ее фишка в том, что она вероятности оценивает, ну, вроде там все работает, все замечательно, да, здорово, можно пользоваться. Давайте поговорим теперь про другой подход, называется методопорных векторов, саппорт вектор машин. Мы с вами, когда говорили про обучение линейных классификаторов, мы еще вот такую функцию потерь записывали. Максимум из нуля и один минус отступа. Называется хинж-лосс. Откуда она берется? Ну, давайте тоже придумаем. Начнем тоже издалека. Значит, смотрите, вот такой известный вопрос. Представьте, что у вас выборка линейно разделима, то есть вы можете идеально прямой отсечь синий класс от оранжевого. Идеально. Тогда вы можете несколькими способами, ну, бесконечным числом способов это сделать. Вот, можно желтый прямой, можно фиолетовый, можно зеленый. а вот какая лучше, на ваш взгляд? Какая вам больше нравится? Фиолетовая. А почему? любимый цвет? Лучший ответ, который я слышал, да, Арсений, вы, мне тоже из этих фиолетовый больше всего нравится. Более уверенно, ну, вот вы говорите, как бы ответ такой формальный, да? Да, вот-вот у Марии хороший ответ. Если пошатать фиолетовую прямую из стороны в сторону, то, как бы, все еще все верно будет. Да, это вот хороший ответ. Еще вот я бы сказал, что здесь ответ такой. Вот смотрите. Например, желтая прямая у меня как будто бы предполагает, что у меня синие объекты еще есть вот здесь. Да? То есть, как будто бы она почему-то решила, что вот в этой вот пустой зоне у меня на самом деле только синие объекты, и поэтому нужно вот как бы их обойти. Почему она так решила? Кто ей это сказал? Непонятно. Аналогично зеленая решила, что у меня в этой зоне оранжевые объекты. То есть, как будто бы зеленые и желтые прямые делают дополнительные предположения про мои данные. А вот фиолетовая этих предположений не делает. Она проходит вот строго разделяя как бы вот эти классы пополам и сохраняя максимальное расстояние до ближайших объектов. И возникает идея, а давайте мы может в самом деле проведем наши классификаторы так, чтобы ну как-то вот они были подальше от объектов и того и другого класса. Давайте. Хорошо. у этого даже есть название отступ классификатора. Вот отступ классификатора это расстояние от нашей разделяющей гиперплоскости до ближайшего объекта. Ну вот давайте будем это дело максимизировать. Это наша цель сейчас. Провести такую гиперплоскость, чтобы ее расстояние до ближайшего объекта было максимально. Ну, то, что я сейчас сказал, это немножко фигня, потому что вот, например, у такой прямой очень большое расстояние до ближайшего объекта. Но хорошая ли эта разделяющая прямая не особо, значит особо не разделяет наши объекты, она просто проходит сильно ниже. Поэтому нужно еще одну оговорку добавить, чтобы при этом еще ошибок поменьше было нам нужно. Ну и вот тогда, если я буду стараться провести гиперплоскость так, чтобы ошибок было мало, но при этом, чтобы у нее расстояние до ближайшего объекта было максимально, я буду типа делать мало предположений о моих данных, дополнительных. положений. Давай сначала обсудим, что делать, если у меня выборка линейно-разделимая. Сейчас, извините. Извините, что там кашель. Так вот, будем считать, что выборка линейно-разделимая. Это самый простой случай, когда у меня, ну, можно гиперплоскостью ноль ошибок достичь. Редко такое бывает, но тем не менее. Тогда, если у меня вот такой случай линейно-разделимый, тогда можно показать, давайте вот прям сразу даже запишу задачу, что, я не буду этим вас грузить, значит, вот здесь сразу покажу. В этом случае задача будет записываться вот так. Оказывается, что вот расстояние от разделяющей гиперплоскости до ближайшего объекта вычисляется как один поделить на норму вектора весов. Это вот расстояние. Его, напомню, я хочу максимизировать. Но если я хочу, чтобы один делить на норму весов было максимальным, это то же самое, что сделать, чтобы у меня просто норма весов была минимальной. Чем меньше здесь знаменатель, тем больше дробь. Поэтому я вот записываю минимизацию нормы вектора весов, ну и квадрат добавляю, просто чтобы там корня не было. А требование, чтобы я на этих объектах не ошибался, у меня же выборка линейноразделимая, поэтому я точно могу нуля ошибок достичь. Оно записывается вот так. Отступ больше или равен единице. Вот. То есть вот такая задача получается. Так, вот спрашивают, что такое норма весов. Да, и сумма квадратов, да, но норма вектора весов это просто типа там первый вес в квадрате плюс там и так далее вес номер D в квадрате. Так вот. Вот получается такая задача. Это называется задачей условной оптимизации, потому что я что-то минимизирую, но при этом я могу не любые веса выбирать, а только те, при которых выполнены вот эти все условия. Эти условия у меня L штук, столько, сколько у меня объектов. Вот. Второе уравнение. Ну, чего? Это отступ. Просто отступ, да. Y и T умножить на прогноз модели скалярное произведение плюс W0. Это отступ, и я требую, чтобы он был больше равен единицы. Вот я как раз вот, почему больше равен единицы, я как раз это хотел бы умолчать, потому что это уже такие детали для технического вывода, которые обычно очень плохо заходят в этих стенах. Вот, опять же, кому интересно, можете конспект с MO1 почитать, но если кратко, вот, если бы я написал 0, да, у меня бы было 0 ошибок все равно, но я пишу 1, потому что только если у меня все отступы больше равны единице, у меня сам отступ будет вычисляться вот так. Отступ классификатора. То есть это там некоторая техническая деталь, и я бы не хотел в нее сейчас погружаться. Вот. Ну, короче, вот такая сдача получается. Вот. Но обычно у нас выборка линейно неразделимая. Вот такая, например. И тут, вот как вы не проводите разделяющую гиперплоскость, у вас будет ошибок больше нуля. Эта задача здесь не решится. Просто у вас не найдется ни одного набора весов, при которых будут выполнены все эти ограничения. То есть эта задача будет просто с нулем решений для неразделимой выборки. Поэтому предлагается немножко ее модифицировать и разрешить на некоторых объектах отступу быть больше или равным не единице, а какого-то числа поменьше. Вот такого. Да? 1 минус кси-то. И здесь вот уже ну вот надо как-то аккуратнее с этим. То есть смотрите, кси-то, это у меня какое-то число больше нуля. Да, все же понимают, что это греческая буква кси. Ну, кто не знал, вот рассказал, что вот греческая буква кси пишется так. Так вот, значит, кси-то число больше нуля, и чем больше кси, тем я больше послаблений делаю для этого объекта. То есть, если я там кси-то делаю 1, отступ все еще должен быть положительный. Кси-то делаю 10, отступ должен быть больше не равен минус 9. То есть я разрешаю уже ошибку допустить на этом объекте. Ну вот, можете сказать, а вот в этой задаче на самом деле кое-что есть очень неправильное. Вот что с ней не так? Может быть, сходу будет видно? Не-не, с квадратом все в порядке, ничего страшного. кси. Да, кси можно уместить в бесконечность. Я могу взять кси очень большим, типа там, не знаю, 11 тысяч и нулей, тогда у меня в качестве решения подойдет w равный нулю. А это как бы w, на котором функционал минимальный у меня. То есть у этой задачи есть тривиальное решение. Ну, вряд ли меня устроит модель w 0 равная нулю, да, с нулевыми весами. То есть вот такая модель будет лучшей. Поэтому здесь задача записывается вот так. Я буду штрафовать не только за маленький отступ, но я еще буду штрафовать, если я слишком много позволяю моей модели вольности. Я буду штрафовать за большие кси. И вот получается такая задача, да, отступ на итом объекте должен быть больше или равен 1 минус кси итого. Кси итый у меня больше на нуля. Но штрафую я и за норму весов. То есть я хочу, чтобы отступ был побольше, да, расстояние было побольше до ближайшего объекта. Но при этом я хочу, чтобы я поменьше ошибок позволял моей модели. С это гиперпараметр, это просто некоторое число больше нуля, которое нужно выбирать. Вот такая задача. Ну и смотрите, получается, если я С возьму маленьким, да, то есть С маленькая, тогда я сильно не буду штрафовать за ошибки. То есть, если С маленькая, я могу позволить много ошибок моей модели и, скорее всего, у меня тогда будет выбрана, например, фиолетовая модель, да. У нее большой отступ, у нее большое расстояние до ближайшего объекта. Но при этом она допускает раз, два, пять ошибок. А если я С возьму большим, мне уже важно будет допускать поменьше ошибок. Я могу выбрать зеленую модель. У нее отступ крохотный, у нее, да, ближайшие объекты, вот они прям рядышком. Зато она допускает четыре ошибки поменьше. И вот выбирая С, это гиперпараметр, я его выбираю по валидационной выборке, я могу регулировать, что мне важнее, каких ошибок я, то есть мне важнее, чтобы как бы у модели отступ был побольше или чтобы она ошибок поменьше допускала. Так, еще раз пояснить, почему отступ у объекта может быть отрицательным. Ну, это же возможно. Отступ это что? Если он отрицательный, значит, модель ошибается на этом объекте, да. И вот я говорю, что у меня выборка линейно неразделимая, то есть на ней вот точно прямой я не разделю идеально, там точно будут ошибки. То есть я просто вынужден в моей задаче разрешить модели допускать ошибки на некоторых объектах, без этого никак. Ну и вот, значит, я разрешаю, и тогда вот я должен позволить, что у меня на некоторых объектах отступ мог быть отрицательным. Да, 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 Кирилл, да, говорите. Типа, скажем положительный, ответ отрицательный. Да, да, да. Вот, супер. Почему отступ классификатора это его норма? Вот это следует из вывода задачи. Из того, как мы записываем эти ограничения, благодаря тому, что они будут выполнены, у меня расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта вычисляется как 1 поделить на норму W. Это там через некоторую аналитическую геометрию выводится. Ну, соответственно, расстояние до ближайшего объекта 1 делит на норму w. Если я буду норму w делать как можно меньше, то у меня бы это расстояние будет как можно больше. Вот. Ну, то есть мы это не выводим, мы это принимаем как данность. Опять же, кому интересно, спросите меня, пришлю конспекты. Еще один момент, который мы примем чисто на веру, что в эту задачу очень сложную, можно записать в более простом виде. Вот в таком. Это просто эквивалентная запись, называется безусловная форма метода опорных векторов. Значит, смотрите. Норма весов остается как была. И здесь получается c-киперпараметр на сумму максимума из нуля и один минус отступа. А это же то, с чего мы начинали. То есть получается, что svm это на самом деле некоторая ошибка, я как раз кси заменил, да, то есть можно кси прям выписать аналитическую формулу для кси и подставить сюда. Тогда ограничения уйдут, и получится вот другая формула для минимизации. И получается, что у меня в этой задаче вот есть какая-то функция потерь, есть регуляризатор, и я это минимизирую. Функция потерь, это в точности хиндж-лосс, который я записал в начале, максимум из нуля и один минус отступа. А еще оказывается, что наша вот эта задумка с тем, чтобы моя разделяющая прямая была как можно дальше от объектов, это прям вот регуляризация. То есть оказывается, что регуляризация, которую мы давным-давно с вами придумали, используем, имеет геометрический смысл. Если вы добавляете регуляризацию при обучении модели, вы требуете, чтобы ваша разделяющая гиперплоскость была подальше от других объектов. Вот оказывается, вот видите, вот эти идеи тут сошлись. Да, да, и в логистической регрессии тоже это будет наблюдаться на самом деле. Ну, в меньшей степени, но да. Вот, хороший вопрос у Влада. Причем тут опорные векторы. Давайте я кратко скажу, это тоже можно вывести, что вот над СВМом можно поработать. И вот как бы... Значит, нет, нет, нет. Виноват. Сейчас. Значит, вот в обычном СВМе у меня задача, точнее, модель выглядит как? Знак скалярного произведения плюс W0. Да, вот так я предсказываю класс. Можно показать, что эту модель можно записать в другом виде, именно в СВМе. Это будет сумма по всем объектам от 1 до L, по всем объектам обучающей выборки. Лямбда и Т, это некоторые новые параметры, на Y и Т, на скалярное произведение икса на икс и Т. Сейчас я дорасскажу и отвечу на все вопросы ваши из чата. Вот. Ну, тут еще плюс W0. То есть, вот, можно записать в СВМе модели еще по-другому. Это будет уже без весов при признаках. Скорее, мой прогноз для нового объекта будет считаться так. Я считаю скалярное произведение нового объекта на каждый объект, обучающий выборки, икс и Т, икс и складываю эти скалярные произведения с некоторыми весами. Ну, Y это класс просто, да, итого объекта. А лямбда и Т, это некоторые новые веса. Вот, типа, вот именно в СВМе задача вот так может быть записана. То есть, теперь у меня прогноз считается не через там сумму признаков, а через сходство этого объекта с объектами обучающей выборки. И вот оказывается, что в этой формуле лямбда и Т, веса будут не нулевыми, то есть у меня вот есть, значит, смотрите, у меня есть вот разделяющая прямая, есть вот как бы вот полоса, внутри которой нет объекта, не должно быть объекта. И вот, допустим, вот здесь у меня крестики, здесь нолики, ну и есть там объекты, которые залезают не на свою сторону. Типа у меня вот здесь крестик, может быть, вот здесь нолик. И вот оказывается, что веса будут не нулевые, только у объектов, которые либо лежат на самой границе, то есть вот у этого, у этого, у этих объектов и у тех, которые нарушают границу, то есть у этот находится не там, где надо, у этот находится не там, где надо, вот только у них веса будут не нулевые. Вот. То есть вот оказывается, что SVM зависит только от объектов, которые находятся на границе. И вот поэтому называется методом опорных векторов. Типа опорные векторы, опорные объекты, это вот те, которые на границе или на которых мы ошибаемся, и только они влияют на модель итоговую. Это сейчас сложно было, я понимаю, но вот спросили, я ответил. Возможно, этот рассказ отобьет у вас желание понимать, почему метод так называется. Вот. Не знаю, Влад, вы спросили, хоть немножко ответил на ваш вопрос? Если хотите, потом могу еще немножко рассказать про это. Так, значит, еще вот вопрос. Почему тогда просто не использовать лог-регрессию с регуляризацией? Про это я позже скажу, про это поговорю. В конспекте написано, что в такой формулировке задача не является гладкой. Нет, у нее здесь единственное решение, просто ее сложнее обучать градиентным спуском по некоторым причинам. А так решение здесь в принципе там может быть одно. Что такое Y? Это просто отступ, это отступ. Марджин. То есть число, которое типа больше нуля, если мы правильно выдаем ответ, меньше нуля, если неправильно и так далее. Вот. Ну вот такие дела. Все, значит, как я говорил, вот сегодня мы закончим тоже пораньше, и в компенсацию я через неделю вам там дорасскажу про еще там немножко моделей, перейдем к следующей теме. Я запись выложу, поэтому приходить не обязательно будет. Вот. Сегодня спасибо вам за внимание, мы вроде пережили с вами такие сложные рассказы, дальше будет уже проще. Все, тогда я должен уже бежать. Хорошего вам дня. Спасибо вам большое за ваши вопросы и за понимание. Все, давайте.